Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы обсудим с вами тему кланов, как их создавать и что необходимо для того, чтобы создать лучший, лучший в нашей игре клан во всех отношениях. Ну, такой, допустим, как у меня. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Что же касается создания клана. В целом, ребят, сложности это не составляет. Вы можете зайти в соответствующий раздел в игре, если вы не находитесь в клане, нажать клавишу создать клан. После этого вы увидите предложение придумать своему клану какое-нибудь нормальное, оригинальное название. Ну и, соответственно, с этого начинается самый главный вопрос. Как назвать свой клан? Я думаю, что называть клан необходимо таким образом, чтобы он хоть как-то отображал идею вашего клана. Набор каких-то букв и цифр навряд ли кого-то заинтересует из тех ребят, которые захотят быть вашими рекрутами. Что касается тегов. Если в названии клана, как вы видите, можно внести огромное количество знаков, то в тег можно внести исключительно 5 знаков. И эти 5 знаков в квадратных скобках будут ображаться рядом с никнеймами ваших клановцев, когда они будут заходить в бои. Далее вы выбираете себе соответствующую эмблему по вкусу из тех, которые предложены. Нажимаете клавишу далее. Пишите главную идею вашего клана. Это, в принципе, девиз. Девиз вашего сообщества, которое вы создаете. И от этого девиза тоже многое зависит, потому что когда желающие попасть в ваш клан будут видеть предложение в него вступить, они будут читать первую строку и для себя плюс-минус хоть как-то понимать, что ценится в вашем клане, что ценится в вашем сообществе. Также здесь в важных деталях вы можете обозначить определенные требования к тем ребятам, которые хотят вступить в ваш клан. Это может быть уровень статистики, это может быть уровень настрела или уровень техники или количество отыгранных боев. Короче говоря, все основное, что вы требуете от своих ребят-соклановцев, ну а точнее от претендентов на вступление в ваше сообщество. Ну и дальше нажимаете клавишу создать. Для этого вам понадобится 1 миллион серебра. И вот вы нажимаете клавишу создать и вы создали свой клан. И по большому счету, ребят, клан это такое себе дерево, которое необходимо посадить, но мало его просто посадить, его необходимо еще и выращивать. И вот, как я уже сказал, вы создали свой клан и вы на вершине, вы есть. Вот ваш клан и вот вы этот единственный лист, который есть на данном дереве. Но мы-то хотим, чтобы дерево выглядело приблизительно вот так. А еще лучше, если это дерево будет в лесу таких же деревьев и это будет выглядеть вот так. Но понятное дело, что для этого необходимо поработать. И поверьте мне, клан создаете не вы. Сейчас мы это все обсудим. Итак, друзья, как я уже сказал, клан создаете не вы. Вы его технически просто регистрируете. Клан создается участниками вашего клана. Ну знаете, как муравьи, они совместно работают, каждый делает какой-то маленький вклад в общее дело. И суммарно получается огромный процесс, который приносит огромные результаты. Но стоит отметить, что и у муравьев есть определенный процент. И ученые это доказали. Тех муравьев, которые только делают вид, что они работают. И об этом тоже стоит помнить. Они питаются за счет всего муравейника. Но при этом не делают абсолютно никаких вкладов. Ну или посильных взносов в то, чтобы муравейник разрастался и рос над собой. Так что же необходимо для того, чтобы получить идеальный клан? Что необходимо для того, чтобы вырастить это великолепное дерево, которое будет давать соответствующие плоды? На примере своего клана, который я создал. Да, ребят, если кто не знал, я являюсь основателем клана ВОД ГСН. На сегодняшний день клан полностью заполнен на все 50 мест. Ну и, соответственно, я в том числе в нем нахожусь. Что касается успешности клана. Многие спрашивают меня, по каким принципам я отбирал ребят. И какие результаты это дало. И когда я организовывал этот клан, надо мной смеялись и говорили, что с моим подходом у меня ничего не получится. Так вот, ребят, сегодня, как вы видите, еще целых практически 3 дня до окончания недельных клановых боевых задач, а мой клан уже полностью все закрыл. И ребята продолжают выполнять данные клановые боевые задачи. И не только потому, что сейчас идет клановый ивент. А еще потому, что они выполняли их и до этого. А почему они их выполняли? Потому что данные участники клана были отобраны не по принципам их игровой активности. Не по принципам их, не знаю, там, процента побед. И вообще не по принципам статистики в целом. Как вы видите, здесь ребята с абсолютно разной статистикой. Есть у кого 42% по количеству побед. И при этом ребята выполняют клановые боевые задачи. И являются абсолютно полноценными членами данного сообщества. И делают свой великолепный вклад в его развитие. Также есть ребята, у которых более 60% по победам. Есть средники с 51%, а есть 58%, которые приближаются к идеальной игре. Есть вообще ребята, у которых 67% побед. Так каким образом все эти ребята находят общий язык между собой и дают великолепный результат в виде выполнения всех клановых боевых задач. И почему от нас никто не уходит самостоятельно. И никто не хочет покидать данный клан. И почему все довольны пребыванием в нем. Все очень просто. Дело в том, что регистрируя клан, вы должны для себя понимать, чего вы будете требовать от ваших соклановцев. Ну и соответственно вы должны прописать определенные клановые правила, которые будут всеми соблюдаться. А вы как глава клана должны за этим следить. В моем клане первым правилом является в клане принцип взаимного уважения и толерантности. Это правило было прописано мной, исходя из того, что я считаю, что все должны уважать друг друга. И только взаимное уважение может способствовать нормальному, взаимному, результативному труду в отношении достижения каких-то целей. И именно таким путем я смог в свое время получить риттера, ровно как и еще 49 игроков моего клана. Что касается остальных правил. Вы можете прописать любое количество правил, но в моем клане покажу еще два правила, которые мы всегда опубликуем. Это в клане запрещено унижение по принципам успешности. Количество выполненных клановых боевых задач, статистики побед, уровня техники и так далее. В клане все равны. Боец клана должен быть полезен клану. Можешь выполнять все клановые боевые задачи, супер, не можешь. В меру возможностей и по наличию времени, поскольку время, ребят, не всегда есть в том количестве, сколько мы хотим. Выходит меньше, это тоже для нас не беда. Главное, чтобы их не было меньше, нежели 32 медали в неделю. По большому счету, у меня всего 6 правил в моем клане. И я, как глава клана, просто слежу за тем, чтобы ребята их выполняли. В частности, ребятам запрещено использовать нецензурную лексику в общении и в общем чате. Я считаю, что это абсолютно правильно. Ну, просто потому, что взаимное уважение не может быть при наличии матерных высказываний в чате. Ну, согласитесь, одно другому явно противоречит. Что касается тех, о ком я говорил в отношении того, чтобы жить за счет кого-то. Есть такие ребята, которые пользуются кланом, выполняя исключительно 7 клановых боевых задач. И при этом ребята забирают все, что нарабатывает клан за неделю. Выглядит это следующим образом. В клановых боевых задачах, как вы знаете, есть минималка в 7 выполненных клановых боевых задач в течение недели. И ребята занимают в лидерборде, как правило, какие-то нижние места. Они делают своих 7 клановых боевых задач, все остальные вкалывают на них. И таким образом они забирают то, что заработал весь клан. И даже если выполняется 7 из 10 или 5 из 10, это все равно их устраивает. Потому что, допустим, 100 золота, как правило, лежит вообще на первом этапе. И вот после этого начинается смерть клана. Потому что те игроки, которые вкладывали максимум в то, чтобы клан развивался и забирал, ну, в принципе, все, что может забрать бесплатного, они начинают потихоньку засыхать. Они захотят дальше работать. Зачем им это делать, если есть те, которые делают меньше? И они начинают делать тоже меньше. Я веду, ребят, к тому, что если вы изначально заходите в любой клан в виде трутня, в виде подсоса, который просто будет собирать халявку, вместо того, чтобы работать над вот этим, вместо того, чтобы работать над вот этим, то вашему клану не быть успешным. И, соответственно, вы никогда не будете частью успешного клана. Почему я и говорю? Клан создается не главой клана. Клан создается каждым участником. Так как это показано в моем случае. Да, физически клан создал я, но фактически клан создается каждым из вот этих игроков, которым я безумно благодарен за их участие в развитии моего начинания. Каждый делает свою посильную работу, каждый делает свой посильный взнос и таким образом все получают то, что они хотят. Допустим, тот же самый игрок Иван Кожедуб, он попал в клан буквально несколько дней назад, дня два назад. И он уже старается делать клановые боевые задачи, несмотря на то, что сейчас уже все выполнено. И на следующей неделе я больше чем уверен, что он сделает свой максимум, так как это делают все остальные. Основная идея создания клана не просто играть и получать какие-то халявы в виде риттера или пылающего или 50 тп прототипа. Основная идея клана, ребят, заключается в том, чтобы вы создали вокруг себя группу, точнее собрали вокруг себя группу людей, которая будет разделять ваши предпочтения в игре. И если эти предпочтения разделяются, если вы на одной волне с каждым своим совзводным соклановцем, то поверьте мне, вы заберете с любого игрового события, касающегося клановых боевых задач, полностью все, что оттуда можно забрать. Ну и главное, если вы глава клана, то вы не должны быть трудным. Не может быть такого, что вы генерал, который марширует по паркету, громко стуча своими великолепными сапогами начищенными, рассказывая всем, как вам необходимо играть, точнее им необходимо играть на вас. А вы за этим будете пристально следить. Именно поэтому, друзья мои, моя результативность ничем не хуже, чем у многих других. Да, возможно я успеваю делать чуть меньше, но я делаю свой вклад, как вы видите, чего и вам желаю. Так вот, друзья, если вы хотите создать свой идеальный клан, услышьте меня, недостаточно просто зарегистрировать его. Необходимо делать что-то для того, чтобы он существовал. И клан создается каждым из вас. И даже если вы не являетесь главой клана, то именно вы создаете ваш идеальный клан. Я снимаю специально для вас, надеюсь, что данное видео будет для вас полезным и информативным. Если вы за полезное информативное видео, помимо честных обзоров и честного мнения по поводу всего, что происходит в игре, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.